Евро 2024 и Кубок Америки уже позади, но на Олимпийских играх нас ждет еще много захватывающих международных футбольных матчей. Матчи пройдут в семи городах по всей Франции. Финалы среди мужчин и женщин пройдут в Париже на стадионе Парк-де-Пренс. Мужские Олимпийские команды будут состоять из игроков моложе 23 лет. Допускается включение до трех игроков старшего возраста. В то время как женские команды не имеют возрастных ограничений. От Лионеля Месси до Алекса Моргана, Рональдинио и Эллен Уайт, некоторые из величайших имен мира, играли в футбол на Олимпийских играх на протяжении многих лет. Друзья, но давайте обратим внимание на топ-10 громких имен, которые мы увидим в Париже на Олимпийских играх 24. Ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Все сделали. Благодарю вас. Вы готовы. Мы начинаем. Аргентинец Хулиан Альварес. Аргентина, только что одержавшая победу на Кубке Америки, является фаворитом в борьбе за золотую медаль среди мужчин в Париже. Наряду с Николасом Отаменди и Джерониму Рульи, нападающий Манчестер-Сити Хулиан Альварес является одним из трех игроков старшего возраста в составе сборной Аргентины. Поскольку Хавьер Маскирано надеется привести свою сборную к третьей золотой медали. 24-летний футболист забил 11 голов в 36 матчах за команду Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне, что помогло команде выиграть четвертый подряд титул Премьер-лиги. Альварес пропустит предсезонный тур Сити по США и матч за Суперкубок Англии против Манчестер Юнайтед, который состоится на следующий день после матча за золотую медаль. Марта из Бразилии. Лучший бомбардир сборной Бразилии за всю историю. 38-летняя спортсменка планирует уйти из национальной сборной, но после завоевания серебряных медалей в Афинах 2004 и Пекин 2008, она хочет в последний раз побороться за золото. В Токио Марта вошла в историю, став первым футболистом, забившим гол на пяти олимпийских играх подряд. В прошлом сезоне она забила 5 голов в 13 матчах за Орландо Прайд. И тренер сборной Бразилии Артур Элиас сказал, что она играет хорошо и заслужила быть в этом списке в Париже 24. Александр Ля Казет. Тириан Ри выбрал Александра капитаном сборной Франции на домашних играх. У нас у всех одинаковые амбиции. Пройти весь путь и завоевать медаль. Тот факт, что это домашние игры действительно будут нас мотивировать, сказал 33-летний игрок Леона. Нападающий Леона не играл за свою страну с 2017 года, но в прошлом сезоне забил 22 гола в 35 матчах за клуб Лиги 1, показав, что он по-прежнему в хорошей форме. Еще одним игроком-переростком стал игрок Севильо Лоик Баде, наряду с нападающим Кристал Пелос Жаном Филиппо Матетой, который является единственным игроком Премьер Лиги в составе. Килиан Бапе, который надеялся попасть в состав команды как игрок старшего возраста, не примет участие, поскольку его новый клуб Реал Мадрид не хочет, чтобы кто-либо из их игроков принимал участие в играх. Испанка Айтана Бонмати. Женская сборная Испании никогда раньше не участвовала в Олимпиаде, и в Париж они отправляются в качестве одних из фаворитов. Действующие чемпионы мира проиграли всего дважды в 14 матчах с момента победы над Англией в финале чемпионата мира в августе прошлого года. В составе команды Монтсе Томе полно суперзвезд, но все взгляды будут прикованы к Антане Бонмати. Игроку известному своей готовностью проявить себя в самые важные моменты. Сможет ли 26-летняя спортсменка добавить еще одну золотую медаль в свою коллекцию после победы в Лиге наций с Испанией и четырехкратного чемпионства с Барселоной в этом сезоне? Увидим. Марокканец Ашраф Хакими. Еще один известный игрок, которому разрешили представлять свою страну на Олимпиаде. 25-летний футболист пропустил предсезонную подготовку Парис Сен-Жермен, а Марокко готовится к участию в летних играх в восьмой раз. Сам Хакими будет стремиться вывести Атласских Львов в финал. Француженка Венди Ренар была единогласно выбрана капитаном сборной Франции на домашних Олимпийских играх. 34-летняя защитница Леона представит Францию на третьих играх после Лондона 12 и Рио 16. Ренар провела 160 матчей за сборную Франции, но пока не завоевала ни одной крупной награды для своей страны. Испанец Фермин Лопес. Наряду с Алексом Баеной, Фермин Лопес является одним из двух игроков сборной Испании, победившей на Евро 24. 21-летний вингер лишь однажды сыграл за команду Луиса Делло Фуэнте в Германии и присоединится к партнерам по Барселоне Пао Кубарси и Эрику Гарси на Олимпийских играх. Лопес блестяще провел свой первый сезон в Ла Лиге, забив 11 голов во всех соревнованиях за команду Хави. Фермин может войти в историю, став первым полевым игроком, выигравшим золото чемпионата Европы и золото Олимпийских игр. Колумбийка Линда Кайседо. В свои 19 лет Линда уже признана одной из самых перспективных игроков в женском футболе. Нападающая Мадридского Реала стала одной из ярких звезд чемпионата мира 23. В возрасте 18 лет она стала вторым самым молодым южноамериканским игроком, забивший гол в истории турнира, уступив только легендарной Марти. Ее чудо-гол ворота Германии на групповом этапе был признан лучшим на турнире и номинирован на премию Пушкаша. Кайседо стала олицетворением подъема женского футбола в Колумбии и мечтает взять золото в Париже. Бывший полузащитник Ливерпуля Наби Кейта будет капитаном сборной Гвинеи, которая примет участие в Олимпийских играх лишь во второй раз. Победитель Лиги Чемпионов провел неудачный первый сезон в Бундеслиге в составе Вердера, но 29-летний игрок будет одним из самых ярких игроков в Париже и надеется добавить медаль в свою копилку. Барбара Банда стала второй самой дорогой футболисткой в истории женского футбола, когда в марте она перешла в Орландо Прайд из китайского клуба Шанхай Шуан Ли. 24-летняя банда оправдала свою стоимость с момента присоединения к команде и стала первым игроком в истории дивизиона, забивших 11 голов в первых 11 играх. Лучший бомбардир Орландо отправится в составе сборной Замбии во Францию на свои вторые Олимпийские игры. В Токио Барбара стала первым игроком в истории Олимпийских игр, оформившей два хитрика подряд, сделав это на групповом этапе против Нидерландов и Китая.